Для тех, кому надоели однообразные будни, свои двери открывает клуб военно-тактических игр «Берсеркер». Сообщество зарекомендовало себя с 2010 года. Каждый мальчик от 0 до 50 лет мечтает почувствовать себя героем и крутым спецназовцем. Военно-тактические игры — это отличный тип досуга для любителей спорта и активного отдыха. Андрей Дятлов отмечает свое 11-летие оригинальным способом. Он предложил своим друзьям поиграть в лазертак. В лазертаке интереснее, чем на улице. Больше людей, пространство. Оружие есть нормальное. Сражение с командой было интересно. Команда против команды? Да, команда против команды. Когда мы наступали на зону, было очень интересно. Как выбрать верную тактику? В чем отличие одного оружия от другого? Какие существуют типы военно-тактических игр? Рассказывает детям руководитель Федерации лазертака Московской области Павел Шарапов. Затвор конкретно здесь выполняет функцию, во-первых, антураза. Мы же полностью копируем оружие, оно по весу, потом сможете потрогать, пощупать. По весу оно является полновесной копией фактически. Отец и дед Павло военнослужащие, а мама – педагог. Это стало причиной его тяги к преподаванию военной тематики. Именно занятия по военно-тактическим играм для подростков послужили началом сообщества «Берсеркер». В нашем клубе представлены различные форматы для любого возраста и по. Если брать именно по типам, то у нас представлены все существующие типы военно-тактических игр. Это пинбол, страйкбол, лазертак и орбибол – новый вид военно-тактической игры. Кроме того, у нас есть комплексные программы, довольно популярные именно для выпускных, для организованных школьных выездов. В такие экскурсии включены интерактивы, работа с прицелом ночного видения, поисковый квест с миноискателями, работа в средствах химической защиты в условиях задымления. Игры проходят по различным сценариям, исходя из количества участников и формата игры. Это могут быть режимы «Царь горы», «Контрольные точки», «Последний герой», «Стенка на стенку», «Каждый сам за себя», «Захват флага». Всего более 20 различных режимов на любой возраст и размер группы игроков. Также есть военно-спортивная секция для подростков. Здесь ребята обучаются первой медицинской помощи, ориентированию на местности и прочим навыкам. У клуба военно-тактических игр «Герсеркер» четыре полигона. Два из них находятся в Люберецком округе. Любой желающий может присоединиться к сообществу. Подробнее с информацией можно ознакомиться на официальном сайте. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.